Светящиеся полосы, работающие синхронно со светофором, стали появляться на пешеходных переходах не так давно. Первые уложили в Москве на проспекте Мира лишь два года назад. И вот теперь светофор под ногами, именно так уже успели окрестить новинку, можно увидеть и в Одинцово рядом с храмом Георгия Победоносца. Преимуществ у этого визуального барьера масса. Одно из главных в предотвращении ДТП. По статистике, уже до 15% наездов на пешеходов в городах случается из-за того, что люди ходят, уткнувшись носами в сотовые телефоны. Световая полоса поможет таким гаджетозависимым гражданам не попадать в неприятности. Среди других плюсов – формирование навыков правильного поведения у детей, помощь слабовидящим и пожилым, общее повышение дисциплинированности участников дорожного движения. По словам представителей городской администрации, подобные лежачие светофоры практичны и относительно недороги. Просто удивительно, что их не стали применять намного раньше. Сама плитка выдерживает любую нагрузку. Она не боится ни соли, ни каких-либо реагентов. Собирается из специальных композитных смол. Укладывается на существующую поверхность. Подключается к светофорному объекту. Очень благодарные слова мы услышали от молодых мам. Установка световой полосы в Одинцово выполнена в рамках реализации областной программы. Если новинка хорошо себя зарекомендует, то этот опыт можно быстро распространить. Московская область является одним из пока немногих регионов, где к горизонтальным светофорам относятся со всей серьезностью. Москва пошла по этому пути. В районе ВДНХ такая полоса есть. Минск – это наше союзное государство. Это Тамбов, это Воронеж. Вот они уже по этому пути пошли. Политическая воля будет. Конечно, это недорогая вещь. Мы распространим на весь город. По статистике, в местах установки лежачих светофоров число ДТП с серьезными последствиями резко снижается. И это можно считать главным показателем эффективности новинки. Петр Горохов, Артем Ломоносов, Евгений Муравлев. Телекомпания Одинцова.